Ну что мой друг, как твои дела? С тобой Дава Дым. И как ты видишь, у нас сегодня такой будет обзорчик новой коллаборации, потому что конец 2020 года это год коллаборации. Ну а главный спонсор сегодняшнего выпуска это кальянная кактус G, которая находится возле метро Шаболовская по адресу Шаболовка 59 корпус 1. И как ты видишь, здесь самый строчайший интерьер, который вызовет изумление просто у любого любителя разных заведений. Хороший персонал, отличные кальяны, большой ассортимент табака, а самое главное приятная, строгая и уютная атмосфера. Если ты будешь рядом, обязательно забегай в эту кальянную. Именно она даст тебе самые приятные ощущения, времяпровождение, а также маленький зрительный оргазм. Потому что кальяны и мастера данного заведения сделают все, чтобы ты ушел отсюда довольным. Начиная от ассортимента чашек, заканчивая ассортиментом табаков. Кактус G ждет тебя. И здесь у нас такие бренды, как Чабака, X-Hooka Place и три лимитированных вкуса. Ты прекрасно знаешь мое отношение к продукту Чабака и всем коллаборациям Хукаплейса. Я этот продукт еще не курил, я только лишь украл эти пачки. Потому что дата производства этих пачек 18 декабря 2020 года. Собственно, что у нас сегодня есть на дворе 18 декабря. Но не переживай, выпуск этот выйдет чуть попозже. И буквально уже завтра будет презентация этих вкусов в Хукаплейсе. Что у нас есть? У нас есть здесь такие вкусы, как рок-н-ролла. Сложный древесно-табачный аромат с оттенками ментола и зерен кофе. Согласись, читается это все просто заебись. Вот прям читается и думаешь, блядь, бурбон. Ты сразу представляешь кантри, да, ты сидишь на деревянном стуле, качалке на своей террасе, где-нибудь в Техасе. Пьешь бурбончик, запиваешь все это кофе. Вкусно звучит? Вкусно. Бурбон Рокс. Свежий алкогольный аромат, в котором мята со льдом мягко раскрывают основные ноты бурбона. Ну тоже, да, бурбон со льдом, свежесть, мята. Ты думаешь, ммм, контрастно, блядь. Брэнди Моторс. Зрелый аромат чисто для зрелых мужчин от 30 лет, в котором сложные нотки брэнди подчеркиваются оттенками ванили и молочного шоколада. Мммм, так ли это все на вкус? Не получится, что вот так вот? Ммм, как вкусно это в тексте. А когда попробуешь, скажешь, ммм, хуета. В Москве фука-маркете с продажи только с 19-го числа. Вкус рок-н-ролла. Очень сдержанный. И на самом деле я вам скажу так, что этот вкус похож на вкус Вайнот от Дафталын. Кофе, грубо говоря, мятный рафт. Но учитывая такую вещь, что здесь аромка собрана, грубо говоря, из самих аромок, а не из каких-то старых вкусов чабаки, то я смело признаю, что вкус этот по сравнению с Вайнот немного поярче и интереснее. Да, прикольный. Не слишком свежий, чего я, наверное, больше всего боялся, потому что в всяких коллаборациях вот со свежестью прям реально перебарщивают. Я на самом деле не сторонник, когда в самом вкусе есть ментол. Лучше положить его отдельно и отрегулировать так, как тебе нравится. Но здесь вроде бы сбалансировано и со вкусом рок-н-ролла нет ничего такого прям сложного. Вкус вполне нормальный, я думаю, что он большинству людей зайдет. И так как здесь, в принципе, нет алкоголя, это кофе, мятый, то остальные два вкуса у нас идут с алкашкой, с бренди и бурбоном. Вот они, скорее всего, более будут на любителя. Я их сейчас, конечно, попробую, но это мое, грубо говоря, такое раннее предположение. Лайк, зачет. Этому вкусу прям реальный зачет. Идем к нашему следующему вкусу. Это у нас вкус бренди Моторс. И давайте я прочитаю от него описание. Зрелый аромат, в котором сложные нотки бренди подчеркиваются оттенком ванили и молочного шоколада. Посмотрим, не провалился ли здесь бренди под жестким натиском сильной ванили и, конечно же, очень-очень сильным шоколадом. Блядь. Да ну нахуй. Ну, блядь, да как. Короче, не знаю, с чем связано. Не буду дохуя наговаривать. Но ацетонит. Давайте сделаем так. Вы, когда попробуете эти вкусы, вы мне скажете, я был прав или нет. Потому что сейчас не хочу пиздеть ни на чебаку, ни на хука-плейс, но ацетонит. Да, прям плотно. Я думаю, может прокурить немного, а потом вернуться к нему обратно. Да, давайте мы сейчас пока пропустим бренди Моторс, потому что что-то меня в нем не устраивает. И я не хочу просто так на ровном месте, ребятки, засрать этот вкус. А бренди Моторс пока у нас немного на простое. Пускай немного постоит, выветрится, прогреется. И сейчас у нас вкус под названием Бурбон Рокс. Свежий алкогольный аромат, в котором мята со льдом мягко раскрывает основные ноты Бурбона. У-у-у, как зашмалило. На самом деле, прям реально отдает шмалью. Кто курил, либо сидел рядом, где курят, чего я вам не рекомендую, как курить. А также не рекомендую сидеть рядом, где это все курят. Поэтому думайте своей головой. Вкус прикольный. В бренди я, в принципе, не очень сильно люблю коньяк. Но я как бы пробовал, знаю. И Бурбон, и другие такие алкашки. Сидит с Амель алкогольный, блядь. Ты что-то рассказывает, пиздец. Короче, вкус прикольный. Я вообще на самом деле думал, что эти вкусы будут просто шоколадные конфеты с алкоголем, блядь. Но на самом деле оказалось немного по-другому. Потому что реально вот здесь сейчас в Бурбоне начинаются раскрываться какие-то нотки. Их прям реально легко разделить. Прикольно. Очень хороший такой остаток. Блядь, неужели сейчас эта коллаборация заставит меня относительно полностью поменять мнение о Чебаке? Я вообще не против Чебаке как бренда. Потому что я считаю, что они первые, кто сделал чайную смесь. Лично я так считаю. И они достойны только за это большого уважения. Да, очень круто все это раскрывается. На самом деле очень раздельно. Я подумал, что будет каша. Ладно, давайте дадим второй шанс бренде Моторсу. И я надеюсь, сейчас ацетоночки такой жесткой не будет. Я думаю, что это нужно сделать вот так. Блядь, да я не знаю, что сделать, ребята. Ацетонит прям хорошенечко с пачки. Вот сейчас более-менее. Да, сейчас уже получше. Сейчас уже круто. Ну что, в принципе мы прокурили. Я примерно понял, что из себя представляет эта коллаборация. Давайте не забывать, что это всего лишь коллаборация. Это лимитированная версия. И ее по-любому вы купите, чтобы попробовать. А ее нужно купить, чтобы попробовать. Вообще, любой табак нужно купить, чтобы его, блядь, попробовать. Чтобы понимать, а не просто слышать от кого-то, что вкус говно, а вкус нормальный. И всем это рассказывать. Попробуйте, а потом говорите. Давайте теперь подведем итоги. Рок-н-ролла просто заебись. Кофе просто с мятой шикарнейший. Именно не с холодком. Он не сильно освежает. Он заебись как заходит. И кофе здесь реально прям чувствуется. Еще раз повторюсь, вкус получился интереснее, чем Why Not от Дафта All In. Вот признаю, со всей моей большой любовью к Дафту, но я это признаю, что Чебака и Хука Плейс сделали вот именно в этом вкусе топчанский прям пиздец. Брэнди Моторс. Ну, блядь, так как так нахуй? Как он может? Что там за ингредиент такой, который именно в этом вкусе на первых 10 тягах выдал ацетон просто? Я не понимаю, как так, блядь, как так можно было сделать? Но вкус при этом все равно интересный. Правда, нет прям 100% яркости алкоголя именно в масс-маркетовых пачках. Возможно, при прокуре, когда есть пакет с производства, еще не расфасованный, там все курилось по-другому. Бурбон Рокс. Тоже интересный вкус, но все равно настолько прям сильно алкоголь, именно бурбон не чувствуется. Да, ты можешь оттянуть какую-то часть бурбона от, грубо говоря, ванили и тут же отделить шоколад, но это нужно иметь настолько охуевшие рецепторы, свежие, новенькие и девственные. С моими рецепторами, ну это очень сложновато, учитывая, что я прокурил еще пару кальянов перед тем, как это все снимать. Но при всем этом мне прям вот сложно все это растянуть так, чтобы прям я кайфанул. Алкоголь чувствуется, да, но не так, чтобы прям супералкогольный вкус. Вообще, в принципе, мне кажется, в табачном продукте, даже в чайном продукте, очень сложно вытянуть, растянуть алкогольный вкус так, чтобы он был прям пиздец. Но при этом все, три вкуса есть, коллаборация есть и, наверное, статуэтка на Джон Кальяна есть, блядь. Короче, вкусом зачет, вкусом норм. Вкусы норм. Мне, в принципе, зашли, но есть пару негативных минусов, которые я озвучивал. Так что, ребятки, это вот такой вот эксклюзивчик. Это был Дава Дым. Это кальяная кактус-джи, которая находится возле метро Шаболовская по адресу Шаболовка 59, корпус 1. Будешь рядом, обязательно забегай, потому что здесь очень и очень круто. Всем пока-пока. Ну что? Что это значит? Как ты думаешь? Правильно. Сейчас мы выберем двух победителей, которые заберут два кальяна от компании DDI Hook'a. Как и обещал. Поэтому, братишечки, внимание, первый белый кальян у нас забирает вот этот вот человек. Ну, а у нас же два кальяна, поэтому два победителя и второй приз. Вот этот забирает, вот этот человек. Обязательно напиши мне в любую социальную сеть свои данные, и мы отправим вам эти кальяны. Как раз придут до Нового года. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...